23 тысячи квадратных метров. Это площадь нового здания ради женщин, для которых материнство в 2016 году станет смыслом жизни. Ну это же не только родильный дом, это же перинатриальный центр в том числе. То есть тут и консультация, тут объединено просто множество, будем так говорить, отделений в одном здании. Я думаю, что это удобно и правильно. Пойдемте, где у вас отделка идет. Посмотрим. 8 января будущий роддом посетил министр стройкомплекса Московской области Сергей Пахомов. Вместе с главой района он осмотрел здание. Все внутренние сложнейшие инженерные сети выполнены, остались только подводки. Затем перейдут к внутренней отделке помещений. Несмотря на праздничные дни, сейчас выходные, на площадке трудится более 70 человек. Уже после праздников количество рабочих будет доведено до 200, что для этого объекта на данной стадии строительства абсолютно достаточно. Снаружи здание почти готово. Сделан тепловой контур. Скоро приступят к монтажу вентилируемого фасада. Он будет красочным. По проекту изображение из панелей превратит одну из стен в символичное древо жизни. Он будет оснащен самым современным оборудованием, хорошие подъезды. И еще он привлекательный тем, что мы нашли территорию и расположили его на территории центральной районной больницы. То есть любая проблема, которая может возникнуть у роженицы, она будет решена именно здесь, на территории центральной больницы. На всем протяжении строительства главврачи роддома и больницы тесно сотрудничают с проектировщиками и строителями. Серьезных проблем не возникало. Было лишь несколько замечаний, которые учли еще на этапе проектирования. Мы попросили, скажем, сделать регистратуру поменять, сделать ее немножечко другой. Нас услышали. Мы входную группу на первом этаже тоже попросили. И нас тоже услышали и сделали то, что мы просили. Несколько таких вот технических замечаний, которые были устранены. Второй квартал 2016 года. Ну, тендер пока еще нет. Ну, понятно, тендер сыграет уже, да. Тендер сыграет. Потому что читовая отделка будет держать только в Министерстве оборудования, а его здесь очень много. Спецификация уже есть, разводка вы можете делать в Министерстве оборудования. Роддом в Раменском строился два года. Так можно будет сказать в апреле 2016-го, если объект будет сдан в срок. С этого момента одновременно 150 женщин смогут обретать здесь новый смысл жизни – материнство. Сергей Григорьев, Елизавета Скрябина для программы «Городские вести».